Тысячи людей по всей стране, в том числе и жители Чувашии, стали жертвами мошенников, которые организовали сеть платных клиник. Аферисты заработали больше миллиарда, оставя пенсионерам ложные диагнозы. Такая псевдомедицинская клиника работала и в Чебоксарах. На кадрах оперативной съемки, момент задержания преступной группы. В полиции установили все детали криминальной схемы. В российских городах была создана целая сеть медицинских клиник. Сюда приводили доверчивых граждан и ставили пугающие диагнозы. Лечение обходилось дорого. Чтобы оплатить услуги, принуждали оформлять кредиты. Нашим коллегам с пресс-службой МВД удалось пообщаться с пострадавшими. Многие не показывают лица. Мне позвонили несколько раз. Звонят, да звонят. Я вас не знаю, говорю. Подойдите, подойдите. Ну как подойти, отказаться. Проверяется надо. Ваши болезни изучать. Организм ваш будем изучать, говорят. Вы к ним пришли? Ну я сразу не пошла. Через недельку, что ли, пошла. Ну пошла. Они мне анализ. Кровь брали с пальчика. Сразу. Ага. Ну брали. Потом, говорят, массаж будем делать. Не с того, не с сего массаж. И за такой массаж, говорит пенсионерка, пришлось заплатить 75 тысяч рублей. Правда, пользы для здоровья от такого лечения не было никакой. По предварительной информации МВД, жертвами мошенников по всей стране стали 11 тысяч человек. Причем некоторые оформляли кредитные договоры на сумму в 500 тысяч рублей. В следственные органы было доставлено 25 человек, включая предполагаемого организатора. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются. Уголовное дело расследуют сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия МВД совместно со своими коллегами из семи регионов. Проводятся обыски, изъяты компьютеры, мобильные телефоны и бухгалтерская документация. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы. Члены преступной группы доставлены в СИЗО. За что вас задержали? Я не знаю. Ну вам же они должны были предъявить уже что-то. Предъявили за мошенничество, но я с этим согласен. Ирина Волкова, Дмитрий Ковалев, Республика.